МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, предатель отца и родины. Госдеповская печенька. Я, видимо, агент чужая. Вырасти и превратиться в Светлану Сорокину. Ну, они как будто заколдованы. Что они могут войну вообще хоть чем-то оправдать? Они не просили их спасать. Я не согласна с папой. То, что он сейчас поддерживает, — это подлость. Как ты пожила эти два месяца? Ну, в основном в новостях. В основном я читала новости. Каждое утро просыпалась, обещала себе ничего не смотреть, не читать. У меня не получалось. Меня очень поддержали выпуски Гордеевой. Ну, и я еще решала вопросы, что мне делать, потому что я должна была вернуться, досниматься в проекте для телеканала «Россия» про Вторую мировую войну. Я снялась уже в половине, и я хороший проект, я там играю бывшего человека. Во-первых, я думала молчать или говорить о том, что я знаю, что я видела своими глазами. Второе, я думала, досниматься в этом проекте или нет, потому что мне, как ни в чем не бывало, стали присылать пробы из России. Ну, там, пробоваться, приезжать, сниматься. И я точно знала, что пробоваться и сниматься в новых проектах я точно не буду. Ну, вот я думала, выполнять ли мне обязательства уже имеющиеся или нет. Что решила? Решила не выполнять. Ну, я очень надеялась, что меня сами уволят. Особенно после выступления на CNN. Мы позвонили, сказали, что сейчас новое правило на государственных каналах. Всех артистов проверяют на позицию. Каждого. Поэтому мы сейчас отправляем списочек артистов и вернемся к вам с решением. Ну, я подумала, а, ну, все. Ну, они перезвонили через неделю и сказали, нет-нет, пусть Машенька возвращается. Ну, дальше я поняла, что мне придется отказываться. В контрактах есть всегда пункт о форс-мажорных обстоятельствах, куда входит война. Ну, и много еще чего. Но у нас-то войны нет. Наверняка можно прикопаться, что это спецоперация. Ну, именно так. Ну, посмотрим, что будет. Ну, могут подать на меня в суд. Но тут оказалось, что очень хорошо быть бедным, а значит, свободным. У меня нет ни квартир, ни машин в России. Ну, арестуют, ИП, там, не знаю, что сделают. Ну, может, после твоего выпуска что-нибудь изменится. Может, что-нибудь придумают. Сейчас же это... Инагенты, говорят, будут давать за убеждение. Поэтому у меня убеждения вот такие сейчас. А еще меня поддержал очень Григорий Юдин, который объяснил, в чем суть пропаганды. То суть пропаганды — убедить, что ничего не надо делать. Потому что задача пропаганды состоит не в том, чтобы в чем-то тебя убедить, да, не в том, что ты принял какую-то точку зрения, а в том, чтобы дать тебе обоснования, по которым не нужно ничего делать. А любая пассивность — это все. Мы скатываемся в тоталитарный режим. Я не знаю, мы скатились уже. Ну, как бы по горочке точно едем. Прям. Прям даже без картонки под жопой. Я за кадром спрашивал, кто это. Я был уверен, что это Олег Ефремов. А оказалось, что это... Рахманинов. Ну, похож. Ну, вот мне вообще кажется, что он больше на Сашку похож. Сашка, когда вырастет, такой будет. Пальту смотри, какой стильный. Очень. Да вообще это модный. Очень модный и крутой чувак был. Это съемная квартира? Да. Это квартира музыканта? Да, это квартира музыканта, а я с ним живу. Расскажи про своего мужа. Сашка... Сашка друг. Сашка очень умный. Очень. Намного умнее меня. Я его все время слушаю, он рассказывает. Вот я ему просто иногда говорю, поговори, говорю. И он вот говорит, говорит. Если коротко, твой муж с раннего детства талантливый пианист. С насколько раннего? Лет пять, наверное, ему было. Его посадили делать из него большого пианиста, как его, собственно, отец. Вот там афиша. Это концерт его отца. Это концерт отца с Бернштайном. Это был великий такой дирижер. Он играл, выступал, гастролировал. Но в каком-то очень раннем возрасте он сказал, что все, карьера, стоп. Ну, не совсем в раннем возрасте. Он уже успел поиграть и в Карнеги, и Холли, и с лучшими дирижерами мировыми. Он успел записать диск на EMI. Это очень крутая студия, которая там Битлов записывала. Очень хороший диск есть. Он такой красивый, на Леонардо Ди Каприо похож. Такие там у него ручки. Он там Шопена играет. Я надеюсь, что когда моя жена кому-то про меня рассказывает, там есть вот хотя бы половина таких реакций. Не, ну слушай, я могу и плохо рассказать про мужа вообще. Он меня, бывает, бесит по нескольку раз в день. Ты был пианистом до 20 с лишним лет. Ты жил в Штатах со скольки лет? Где-то с 15. Ты с родителями сюда переехал? Да. Чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я пишу сценарии, снимаю кино и работаю как актер. Как давно ты работаешь как актер? Я думаю лет, ну вот так если формально, официально, ну лет, наверное, 6-7. То есть ты просто занимался вообще другим делом. Да. И решил попробовать себя актером? Ну у меня было много друзей, которые в этом деле, так сказать, ну так получилось. Я оказывался где-то в районе площадок, там меня когда-то звали. Просто, например, такой был фильм «Сибирский цирюльник» Никиты Сергеевича Михалкова, где я записывал плейбэк когда-то. У меня вот такие первые поползновения через близких мне друзей, знакомых, родственников, я вот как-то так пронырой куда-то там пролезал на площадке. Типа прикасался к большому кино? Да, да. Иногда даже к колену Никиты Сергеевича. Да ты что? Было очень интересно. Ну вот просто это вот. Ну не выше колена. Нет, не выше колена. В этом меня не обвинят, нет. Зачем? Куда вы ушли? Ну, знаешь. Знаешь. Если бы этот проект был не связан с пропагандистским каналом, так же отказалась продолжать сниматься? Не знаю, мне сложно сказать. Ну, я думаю, ну, сложно сейчас в сослагательном наклонении, но, конечно, тот факт, что сценарий про бывшего человека которому приходится сотрудничать с НКВД, ну и когда я поняла масштабы вообще пропаганды просто по своей бабушке, я поняла, что больше не могу. Ну, собственно, я на бабушке сильно как бы и споткнулась. Потому что я поняла, что бабушка, которая меня любит больше всех на свете, которая смотрела все эти каналы из-за меня, потому что там меня показывают, после этого она смотрела вот все это. И когда я к ней приезжала, у нас еще была такая игра, я ей говорила, ну, давай смотреть твою муть, рассказывай мне, что там происходит. И я лежала с ней, смотрела телевизор, она мне рассказывала, что там, в какой ситуации сейчас у Волочкова, что там у Малахова происходит. Ну, чтобы быть, ну, чтобы понимать, что происходит с моей страной, какие проблемы у Баскова. Ну, в общем, я хотела быть в курсе. Поэтому вот мы в это играли, в муть. Она не обижалась, что ты это мутью называешь? Нет, она хохотала всегда. Мне поэтому казалось, что она все понимает, будучи историком, будучи педагогом этики и эстетики. Мне казалось, что она прекрасно понимает, что это муть. А что сейчас? Сейчас оказалось, что она не понимает. Казалось, что она целиком и полностью верит. Ну, ей сложно приходится, потому что она меня знает, она знает, как я живу, но при всем при этом в какой-то момент она мне стала отвечать на английском. Попробовала сказать «Yes, I am». Ну, типа намекнуть, что я, видимо, агент. И я сказала так, давай, бабулечка, это три шага назад. Давай обсудим, что ты хочешь мне сказать. Ну, у бабушки трое детей. Дядя Валера — прекрасный, заслуженный летчик. Старший ее сын. Находится в Новосибирске. Ну, считает меня предателем. Ну, и много всяких гадостей мне написал. Мне пришлось его заблокировать. Это старший сын моей бабушки, поэтому... Родного дядя? Да. Ну, я его предупредила, что если, ну, как бы продолжить гадости говорить, я просто не могу. Да, мне пришлось заблокировать родного дядю. Поэтому бабушке, конечно, сложно, она от сибирской родни вот это слышит. Ну, у нее есть посерединке моя мама и младший сын Денис, которого я обожаю, с которым я, собственно, прожила первые восемь лет. Ну, он мне как брат-отец, я не знаю даже. Это сейчас мой очень-очень крутой друг. И он все понимает и поддерживает меня. Поэтому бабушка как бы между находится. Чтобы оставаться с безопасным интернетом во время поездок и не сталкиваться ни с какими ограничениями, нужен хороший VPN. Например, Surfshark. Даже когда вы пользуетесь общедоступными Wi-Fi сетями, Surfshark зашифровывает всю вашу информацию. Тут используют надежное шифрование и надежные VPN-протоколы. Поэтому даже в случае кражи ваши данные окажутся бесполезными, и вы будете в безопасности. Внутри сервиса тоже полная конфиденциальность. Surfshark не регистрирует ваши действия. Опция, которая стала очень актуальной в последние месяцы, и путешествовать здесь уже ни при чем. Surfshark удобен, чтобы пользоваться популярными платформами и приложениями, которые заблокированы в вашей стране. При этом с помощью Surfshark можно разблокировать контент не только на телефоне, но и на компьютере, смарт-ТВ и других устройствах. А по одной подписке можно пользоваться неограниченным количеством устройств одновременно. Устанавливается он очень легко, а если возникнут какие-то вопросы, здесь доступна круглосуточная онлайн-поддержка. Переходим по ссылке в описании и скачиваем VPN-сервис Surfshark. А если вы введете вот этот промокод, то получите скидку, внимание, 83% и 3 месяца в подарок. Открываемся миру, открываемся интернету. Вперед! Преподаватель эстетики и этики? Она преподавала в УТО, она учила летчиков, стюардесс. Мне до сих пор пишут из Толмачева, стюардессы, как они помнят и любят бабушку. Ну, бабушка была прекрасным учителем просто. Ну, она, бабушка, это моя вообще радость, моя гордость. Я ей, она очень старается. Я ей отправляю интервью Сокуровой, я ей отправляю мультик Масяню. Я ей рассказываю, показываю интервью с ребятами-срочниками. Но в какой-то момент я поняла, что, наверное, это не надо делать. Ну, посоветовала вот мой психотерапевт Ира. Она предложила мне отнестись к этому как к палиативной помощи. Перестать разубеждать бабушку, потому что, если она по-настоящему поймет вообще, что происходит и как нас обманули, ну, она может этого и не пережить. Ну, хотя мне кажется, даже если вот будет какое-то развенчание, культа личности, даже послушаем этот доклад еще разок, мне кажется, бабушка все равно не поверит. Ну, в это невозможно поверить. Да и дед тоже с фамилией Шевченко. Ну, то есть это, ну, видимо, это срабатывает защитный рефлекс, потому что поверить в это невозможно. При этом ты максимально тепло отзываешься, ты общаешься по-прежнему. Да, да, мы сейчас общаемся, я очень ее поблагодарила. У тебя получается делить вот это, да? Ну, мы прошли через разные стадии, ну и да, мы друг другу сказали, что никто не помешает нашей любви. И я ее очень за это поблагодарила, потому что я понимаю, что это для нее было очень сложное решение продолжить со мной общение, несмотря на сибирскую родню. И она вот мне присылала, ну, рассказывает, как она научилась креветки в кляре готовить. Рассказывает про еду, присылает, как она сделала помидоры, мои любимые, с сыром из чесноком. Она в детстве так делала, присылает фотографии. У тебя нет в такие моменты мыслей, что, блин, а вот бабушки в Украине сейчас, которые в бомбежище, они... Чай, накапанный из батареи, на костре готовят? То есть у тебя, ну, понятно, что ты бережешь бабушку и ей это не транслируешь, но внутри у тебя не горит, что вот в России люди в тепле. Ну, месяц у меня горел, и я все это ей писала. Я рассказывала про Даню, я рассказывала про нашу родственницу Надю из Днепра. Я пересылала Надине письма. Я очень много всего делала. Я каждый день, у меня была вот одна единственная задача. Я... Я хотела, чтобы бабушка узнала правду, чтобы она поверила. На все остальные комментарии и... Но даже на то, как отреагирует папа после СНН... Я не хотела переубеждать папу. А бабушку я хотела переубедить, потому что я чувствовала личную ответственность. Но пока у меня не получилось. Хотя, мне кажется, она все равно догадывается. Ну, может быть, это моя надежда. Здесь книги есть. Не могу не обратить внимания, какой цитатой. Это очень крутая книга. Это история. Я ее обожаю. Там много картинок, приятно листать еще, если тяжело читать. Сейчас attention span у всех не очень. Знаешь, что такое attention span? Умение сосредоточиться. Да-да-да-да-да. Это история. История. А, чушь, это... Полный иллюстрированный путеводитель по истории. В картинках? В картинках. Так, чтобы просто. В историях, да. Ну, там не совсем бывает простой текст. Оп! Опа! Усатый народ и власть. Усатый злодей. Сталин злодей? Сталин злодей. Уверена? Абсолютно. У меня в 93-м году, когда был путь, я жила с мамой в коммунальной квартире на речном вокзале. Она играла спектакли, ну, всяких пиявочек танцевала, спектакли «Братина». И она как-то забыла выключить радио. И я поняла, что там какая-то ситуация у Белого дома. Такая серьезная. А Белый дом недалеко от театра Маяковского находится. Ну, я очень испугалась вообще, что с мамой, вернется она или нет. Она вернулась, и дальше вся наша коммунальная квартира собиралась перед телевизором. И мы смотрели НТВ. Сорокину. И я сидела и записывала все, что она говорит. А после ее специальных вот этих экстренных выпусков я ставила гладильную доску и заставляла всю коммунальную квартиру смотреть, как я выхожу в эфир после Сорокиной. И тоже рассказываю, что происходит. Вообще, это была моя первая такая детская осознанная мечта. Вырасти и превратиться в Светлану Сорокину. Вау. Я сейчас это вспомнила, когда у Гордеевой вышло потрясающее интервью с ней. Это было так вообще круто видеть, что человек, которым ты восхищался в детстве, остался таким же красивым и внутри, и снаружи. Это прям был такой мощный опыт. Потому что слова, они важны. Это очень важно. Потому что если мы все росли на том, что война – это плохо, и война – это не то же плохо, это ужасно, то сегодня нельзя называть войной то, что происходит. Именно поэтому такая битва за то, чтобы не называли войну войной. Ну, я помню, что когда закрывали НТВ, я же не понимала, кто закрывает из-за чего. Но я подумала, какие подлые люди, что закрывают НТВ. И то, что Сорокина туда не вернулась, там же некоторые журналисты вернулись, а она нет. И я поняла, что это подлость. Вот я когда узнаю, кто закрыл НТВ, и я ему этого дела не прощу. И я узнала гораздо позже, кто это сделал. Кто напомни? Волан-де-Морт. Владимир Владимирович Путин. У тебя же сильная связь с Украиной. Первый раз я оказалась в Украине в 17 лет. Я закончила 11 класс, я собиралась поступать в Плехановскую академию. И меня вдруг утвердили на главную роль в фильме про молодую Бабу-Ягу. Я играла про любовь молодой Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. Пока они... Ну, пока с ними не случилась беда. Был потрясающий сценарий. Очень хорошие артисты там снимались. Одна из последних ролей Авилова, Феклистов, Смоляков. Феклистов играл папу моего. И я когда сейчас увидела видео, его в поддержку... Мы здесь, в России, испытываем, конечно, невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина. Ну, это великий артист. И очень хороший человек. Вот, я туда приехала. Мне 17 лет. Мне надо сдавать экзамены. Я учу матанализ. А тут лошади. Я еще должна была скакать на лошадях. Конечно, первая моя любовь случилась в Киеве. Ну, сигареты курила. Горилку попробовала. Ну, все как положено. В 17 лет. Поэтому для меня Киев действительно очень много значит. Это моя первая большая любовь. Мы с этим парнем потом 3 года прожили вместе. После этого ты часто туда ездила? Часто там снималась? Ну, да, очень часто вообще. Каждое лето, ну, может быть, там через лето, я оказывалась там, я снималась в так называемых телемувиках. Это кино, которое снимается очень быстро, зачастую с не очень хорошим сценарием. Чаще всего половина снималась там в Киеве, где нужны были какие-то столичные сцены. А вторая половина, например, в Форосе. Вот там карта Киева. Я тоже зашла домой и удивилась. Ну, Саша сильно переживает. Мы провели 2017 год все лето в Киеве с детьми. Да, месяца 3, наверное, мы там жили. У нас была няня украинская, Инна, прекрасная женщина. Ты снималась там? Я снималась там, да, и приехала моя семья. Мы провели потрясающее лето. А покажи, где вы жили. Давай снимем. Для тех, кто не в курсе, центр Киева — невероятно красивое место. И вообще Киев — супергород. Это потрясающе красивый город. Значит, смотрите, вот это... Ой, какая у нас была квартира с мансардой. Она была двухэтажная. Мы долго искали квартиру, а у сериала, в котором я снималась, не было бюджета на красивую квартиру. Вот мой дом. И вдруг выпала потрясающая квартира в три раза дороже, чем у них был бюджет. А это оказалась женщина, которая очень любила сериал «Не родись красивой». И она отдала вообще за бесценок, сказала, Маша, живите. И мы три месяца жили вот в этой потрясающей квартире с выходом на мансарду. Это парк Чевченко. Да, вот тут вот я бегала. Это ботанический сад. Очень тоже красивое место. Там очень классно бегать. Но тяжело. А вот тут вот, если нет сил прям бегать вот так вверх-вниз... Там рельефно. Да. Тогда ты бежишь вот тут вот в парк Чевченко. У меня мама Чевченко, дедушка Чевченко. Мне казалось, что это вот круто. Я вот тут вот бегала. Америка. Страна крутых машин. Да. Страна Теслы. У тебя же тоже крутая тачка. У меня крутая. Ее зовут Наденька. Наденька. Ее зовут Наденька. И судя по ее километражу, она девственна. Дева. Блин. Камри. У меня люк есть. Юр, садись. Так, какой это год? Какой это год? Ей лет 20, я думаю. Мы собрались. Я долго-долго, уже много лет уговариваю мужа переехать в Россию на пару лет. И вот этим летом у меня почти получилось. Но наша дочка выиграла лотерею в очень хорошую школу чартерную здесь, в Америке. И нам пришлось очень быстро возвращаться. У нас не было ни квартиры, ни машины. Я паниковала. Муж сказал, спокойно, все решим. Нашел квартиру. Сначала договорился со своими прекрасными друзьями. Мы у них пожили и привез мне Наденьку. Сказал, гуляй, крошка. Полторы тысячи долларов стоило. Полторы тысячи? Полторы тысячи долларов в рассрочку. Прежде чем, айфон стоит столько же денег? Да. Единственное, что приходится пользоваться колонкой, чтобы мужичку слушать. Потому что там система левая, да? Не позволяет. У меня все-таки айфончик. И прям... Ой, крепко держись, женщины за рулем. Мы не сексисты. Вот неплохо. Проверочка была. Тут в Америке, значит, этим строго. Загляручу я ловлюсь грядущих обелеков. Вся высокое племя людей я лишился и чашель на пире отцов. И веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается рек болтатар. Но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в руках. Жаркой шубы сибирских степей. Сибирских степей, сибирских степей. Век Волкода. Почему ты его включила? Ой, вот эта вот фраза. Про отцов хорошие. И про Сибирь. Вообще, я год уже слушаю этот альбом на стихи Мандельштама. Там много разных певцов. От Леонида Агутина до Оксимирона. Вот очень люблю эту песню. После 24 февраля, почему-то почти каждый день ее слушаю. Наверное, у каждого человека сейчас есть какая-нибудь песня, которая поддерживает. Ну вот я слушаю эту песню и думаю о том, что все было, не было только нас. В смысле, все уже было такое? Ну, было. Много чего было. Ну, а теперь то же самое, но уже с нашим участием. Да. Так, моя мама рассказывала, она училась в ГИТИСе. Ее преподавали очень хорошие педагоги. Гончаров, Захаров. Ну и, кстати говоря, фоменковские артисты... И Фоменко тоже у нее преподавал. И вот они говорили эту фразу им, что ребята... Ну, когда говорили про актерскую профессию, как надо играть, они говорили, что, ребят, запомните, все было, не было только вас. Нас, кстати, иначе учили в Щуке. Вахтанговская школа. Ну, надо было там образ придумать. Похромать, пошепелявить. Тогда вроде как создал. Ну, я сейчас, конечно, упрощаю меня. Вахтанговцы заплюют. Но вообще, у нас в этом смысле школа... Хотя я очень люблю вахтанговскую школу. Когда мы учились, нам нужно было как можно дальше от себя уйти. А вот мамы в ГИТИСе, наоборот, как можно ближе к себе прийти. Ну, это я упрощаю, конечно. Тебе резонирует еще потому, что про Сибирь. Про Сибирь. Я очень люблю Сибирь. До скольки лет ты жила под Новосибирском? Я жила в авиагородке Толмачево до восьми лет где-то. Да, до восьми. Но я туда-сюда, меня передавали пару раз. Но маме тяжело было, она совсем молодая была, без денег. Маме надо было работать, поэтому... В какой-то момент даже пришлось отдать меня в пятидневку. Это когда-то с понедельника по пятницу. В детском саду. Так себе был опыт. С ночевками? Ну да, это такой лайт-вариант детского дома. Но это было не очень приятно. Ну и маме было ужасно тяжело. Такое одно из моих первых воспоминаний, когда я смотрю в окно, у меня гематогенка. Я очень любила гематогенки. Мама, конечно, плачет, машет мне рукой. Ну и все. И, конечно, бабушка меня забрала, сказала, Лен, ну давай сейчас чуть-чуть устроишься и заберешь. Ну просто мама очень хотела меня забрать и быть со мной. И она в итоге это сделала. За что ей большое спасибо. Подожди, а я думал, что просто твои родители, ну молодые, они уехали делать в Москву карьеру, а они оставили тебя с бабушкой и дедушкой, и ты просто жила с ними, но не в лайт-интернате. Это я в Москве жила в лайт-интернате, когда мама забирала. Значит, смотри, как было. Моего папу выгнали из Новосибирского театрального училища. И, ну на самом деле, мне кажется, он даже бы никогда не поехал в Москву, если бы его не выгнали. Он там был номером один, и все у него было классно. Вот. Ну выгнали его за дело, и, как я знаю, не без помощи, в том числе моего дедушке, летчикам. И он уехал в Москву, мама уже меня ждала. И когда она меня родила в апреле, она через два месяца поехала поступать в Москву, чтобы быть с папой. На самом деле, она просто не послушалась папу, который сказал, что да, я доучусь и заберу вас с Машей. Вот. А мама... Мама решила побыстрее вернуться и оставила меня с бабушкой. Но очень скучала, и поэтому, когда там мне исполнилось три-четыре года, она попыталась меня забрать. Ну и несколько раз забирала. Папу выгнали из училища за какую-то ссору с мамой? Ну, скажем так, да. Они поссорились и его отчислили за неподобающее поведение? Они много ссорились, скажем так. Сколько лет ты в Америке уже? Я вот прямо так сказать, что я здесь когда-то жила больше двух-трех месяцев, не могу. Я летала туда-сюда обратно, но я стала догадываться, что, похоже, мы здесь живем. Когда дети пошли в первый класс, надо было принимать решение, где они учатся. И вот моя старшая дочь сейчас в шестом классе. Ну, то есть шесть лет, как моя семья, живет здесь, а я туда-сюда летаю. Ты думала, куда отдавать в школу? Да, очень. Здесь или у нас? Да. Я хотела отдавать в школу в России, конечно. Ну, вообще, я хотела жить в России. Но? Мы с мужем договорились. Он меня попросил, чтобы у детей и у нашей семьи были американские паспорта, чтобы дети, когда вырастут, могли выбирать. Ну, а второе его опасение было, какой истории будут учить в русской школе наших детей. Но я в это не верила. Мне казалось, что он это... Сгущает краски. Ну, сгущает краски. Вообще, мне очень много лет казалось, что я зафиксирована, зажата между двух пропаганд. С одной стороны, папа, который прям Россия вперед, а с другой стороны, муж, который... Ну, он не говорит Америке вперед. Он, вообще-то, надо сказать, один из самых русских парней, которых я когда-либо встречала в жизни. Но он очень болезненно переживает. Уже давно. Так вот, мне казалось, что я между двух пропаганд. С одной стороны, муж, с другой стороны, папа. А я вообще девочка, я здесь ни при чем. Я в сериалах снимаюсь, и это... Но 24-го числа оказалось, что очень многое из того, что говорил мой муж, это оказалось правдой. На каком языке вы говорите с детьми? Я на русском. Ну, иногда я прошу их потренировать мне акцент. Они меня тренируют, говорят со мной на английском. Их основной язык уже скорее английский. Их основной язык скорее английский. Уже между собой они разговаривают по-английски. Поэтому я хотела, чтобы они пару лет поучились в русской школе. Но Фанька лето провела в кинолагере в России. И вернулась вообще такой счастливой. После Киева она поехала со своей любимой подружкой, дочкой моей любимой подружки, Аней Друбич. Они поехали в русский кинолагерь. Вернулись, такие словечки русские говорили. Очень классно было. Грустишь из-за того, что русский не основной? Или легко к этому отношусь? Да, я грущу. Ну, если честно. Я очень люблю наш язык. Да и девчонки любят. Ты сказала, что у тебя у папы позиция Россия вперед. Но у папы скорее позиция Путин вперед. Есть разница между этим, нет? Ну, как нам сейчас рассказывают в России, нет. Но ты абсолютно прав. Да, для меня Россия не равно Путин. Я, как я чувствую, мой папа действительно в это верит. И для него это именно Россия вперед. Это для меня и для тебя, это Путин вперед. Пир Санта-Моники. Почему ты захотела нас сюда привезти? Ну, похоже, теперь это место для меня очень важное. Несмотря на то, что я терпеть его не могла, и мне оно действительно казалось чрезвычайно попсовым. Ну и просто, как я тебе говорила, исключительно для выполнения материнского долга я сюда ходила катать детей. Но вот 20 марта я проснулась, у меня было не очень хорошее состояние морально-психологическое. Я не понимала, что делать мне в моей жизни, как поступить. И, пожалуй, наверное, с самым сложным выбором столкнулась. Ну, короче, взрослой надо было быть. А я не понимала, как вообще это делать. Это момент, когда... Когда мне позвонили в СНН, написали в Инстаграме, попросили дать комментарий по поводу моих постов, по поводу выступления отца в Лужниках. Я еще подумала, ничего себе, ни один журналист из России мне не звонил. А тут позвонила СНН, и вообще странная какая-то история давать интервью СНН. Вообще я не хотела давать никому интервью, потому что я понимала, что это, конечно, ничего не изменит. но и в моей семье, и в моем окружении люди еще прям так... Я поделилась с несколькими очень близкими мне людьми, посоветовалась, спросила, что делать. И кто-то кричал вообще, не смей, не думай, ни в коем случае, сиди, молчи, забейся под ковер. А кто-то говорил мне, ты не имеешь права этого не сделать, не сказать, у тебя весь телефон в переписке с друзьями и коллегами из Украины. Ты с утра до вечера слушаешь в телефоне воздушную тревогу. Ты не можешь молчать. Вот. И я вот это вот делала. Не понимала. Но это было воскресенье, и я обещала своей дочери младшей пойти покататься вот это вот. Тут это и есть, да? Вот это вот оно. Вот там вот слева вот эта небольшая стоит штуковина. Смотришь на океан, тебя поднимают, потом резко опускают. Ну и мы заходим в этот парк, и она мне говорит, слушай, а расскажи, что с тобой происходит. А, она поняла. Ну, она понимала, что война, она видела, что моя дочка ну, за Даня очень переживает, плачет за педагога по танцам. Видела, что мы с мужем постоянно переключаем, смотрим телевизор, разные каналы, разные ресурсы. Ну, я сказала, попыталась отмазаться, что, ну, ты же видишь, это война идет. Она говорит, не, не, давай рассказывай, что с тобой конкретно происходит. Говорит тебе, десятилетний ребенок? Говорит мне, десятилетний ребенок, она же моя дочь, Александра. Ну, я говорю, слушай, это все сложно, даже для меня, еще раз попыталась отмазаться я. Она говорит, не, ну, давай попробуй, давай, сложно, долго, вот попробуй рассказать, вдруг я тебе чем помогу. Ну, я ей рассказала подробно, длинно очень, обо всех предлагаемых обстоятельствах, обо всех за и против. На что мне моя десятилетняя дочь сказала, мам, война это плохо в любом случае? Я говорю, да. Она говорит, ну, так и скажи, что война это плохо, а папу ты любишь. Потом еще она мне сказала, ну, вот смотри, давай вот я тебе расскажу, давай я представлю, что вот у меня папа думает вот так вот, а я думаю по-другому. И вот смотри, мне 36 лет. Мне 36 лет, что в смысле? Ну, нет, вот представь, что вот мне 36 лет, и папа думает так, а я думаю иначе. Мне 36 лет. Типа я имею право думать. И что? И что? Она даже так сказала. Вот что он сделает? Что, он меня в угол, что ли, поставит? Вот так. А потом она повела меня кататься на каруселях и учила, как правильно нужно переживать страх. Рассказать? Как? Я всегда на каруселях, когда они меня все-таки затаскивали. Я вот так вот сидела, закрывала глаза, все закрываешь, и прям... Она рассказала, что, значит, когда тебя наверх вот так вот поднимают, ты раскрываешь грудь, вот так вот руки, открываешь глаза широко, и когда летишь вниз, прям с открытыми глазами, с открытыми руками, навстречу страху, прям... И оказалось, что так действительно меньше страшно. Это вот первое. Первое мое было открытие. А второе мое было открытие, когда я уже поговорила с CNN. Мне стало легче. Первый раз вообще с начала войны. Оказалось, что молчать, имитаться намного сложнее, чем говорить. Хотя я понимала, какие могут быть последствия. Но вот прям на несколько дней мне как будто прям вот что-то прям полегче чуть-чуть стало. Про что он меня в угол поставит, это прям гениально просто. Ну вообще это очень просто. И война плохо при как бы любых обстоятельствах. Невозможно же все равно ничем ну как бы оправдать. Ну просто плохо в любом случае. Еще, наверное, она не знает про не все так однозначно. Нет. Какая реакция была на интервью, которое ты дала с CNN? Я раз в две недели занимаюсь с психотерапевтом со своим. Дочь, крутая женщина, Ирина, я ее обожаю. Так получилось совершенно случайно. Оказалось, что в день моего интервью с CNN у меня была назначена с ней встреча. Я вышла, значит, на крышу, ну рассказала, что я собираюсь делать. И она очень конкретно подошла к задаче. она сказала так, значит, Маша, а сейчас вы будете мне говорить, какие вы получите комментарии, какие реакции от людей. Вот эта вот интеллигентнейшая, образованная женщина, я с ней уже шесть лет работаю, она действительно очень много для меня, ну она научила меня быть взрослой, в принципе, и свободной, и до сих пор учат. И она мне говорила, Маша, а теперь говорите, что вы будете читать о себе? Я говорила, ну предатель отца и родина, еще, американская шлюха, еще, госдеповская печенька, еще. И она меня прям вот все, что я получу, и прям это долго-долго происходило, она четко поняла, на чем я могу споткнуться. Да, она меня подготовила и очень четко нашла, из-за чего я могу споткнуться, из-за чего мне правда может быть больно. И в принципе, я была готова. И реакции три. Ну то есть, я прям как бы классифицировала, потому что мне было очень важно понять, но в первую очередь, как Украина отреагирует, вообще нужно это людям сейчас, которые воюют или нет. Отдельно отреагировала Америка и отдельно отреагировала Россия. И это три очень разные реакции. Американцы очень резко переложили мою историю на свою историю. Как они здесь рубятся, демократы и республиканцы. То есть, они вообще восприняли это про себя. Одна семья, разными. Да-да-да-да, что у нас так же, и вот, и папка за Трампа, и это невозможно, и это кошмар. Не очень как бы этичное, понятно, сравнение. Там, война, здесь это, но люди как бы раз и на себя. И вообще от американцев я получила очень серьезную поддержку. и слова о том, что им важно знать, что в России есть люди, которые думают иначе. Украина? Вся Украина, вот сто и ста процентов, поблагодарили меня и сказали спасибо за то, что я рассказала, рассказала, что они не просили их спасать. Сто и ста. Так. Русские? Ну, русские в основном отреагировали плохо. Очень плохо. И в том числе некоторые из моих, как мне казалось, близких друзей тоже. Прям близких? Не про знакомых? Ну, есть парочку. Но в основном все близкие остались близкими, но пару раз я споткнулась. Да. Что говорили? Ну, то есть какой аргумент был? Ну, как бы, да, что не все так однозначно. Где ты смотрела концерт в Лужниках? Я смотрела дома. Ну, то есть, как? Я вообще не хотела его смотреть. И, конечно, это не было для меня сюрпризом. Я прекрасно понимала, какую позицию занимает мой отец. Ну, и, честно говоря, я правда очень хотела послушать бабушку и ничего не писать, не говорить. Вот она после первого еще поста мне позвонила, сказала, внученька, миленькая, ну, молчи, ты еще ничего не знаешь. Вот, когда узнаешь, тогда и будешь говорить. Сейчас надо молчать, молчать, молчать. пройдет время, скажешь. Я правда очень хотела послушаться бабушку, но вот каждый мой пост, это вот, это, я срывалась. Ну, как срыв происходил. И вот с Лужниками это тоже был срыв. Я просто сорвалась и посмотрела отрывок. Ну, и у меня вообще было такое прям ощущение, что как будто он мне это все говорит. Вот это стихотворение. Ого. Ну, вот как бы вот так вообще я отреагировала. То есть я понимаю, что, естественно, он это не мне говорил, но, в принципе, ту мысль, которую он доносил про политкорректность, это, конечно, непосредственно ко мне, как к целевой аудитории. Как человек, который живет в стране. Ну, который, да, который как бы всегда будет холопом для Европы. Ну, мне вообще вот эта вот концепция того, что весь мир враги, меня прям сильно от нее передергивает. То, что я вижу, то, что я испытываю на себе, то, как ко мне относятся американцы здесь. Ну, не только американцы. Ну, как Америка это вот в России вот говорят эти американцы. А тут вот так вот если ты посмотришь, ты американца особенно не встретишь. Тут еще американца поискать надо. Это все люди, которые откуда-то приехали. Ну, это может быть там второе, там первое поколение американцев, но обязательно у кого-то какие-то корни где-то. Очень много иммигрантов, особенно в Лос-Анджелесе. И это мир. Это целый мир. И ну, я могу говорить только за себя, но меня они ненавидят. Наоборот, вот когда я приехала сниматься в кино, ну, вот я когда приехала, я получила столько любви. Все американцы очень интересовались Россией. Они меня спрашивали про Сибирь, про мое детство, про дедушку-летчика, которого я очень люблю, про бабушку-педагога этики и эстетики. Они хвастались, что мы читали Чехова. Ну, я поняла, что на самом деле нас любят. Для меня это было такое потрясение. И про Достоевского слыхали, и Рахманинов крут. Блин, у вас столько крутых, ребят. Расскажи, расскажи еще. Ты же не просто так наделала эту футболочку. Где нашла? Где взять? Ну, вообще, у меня несколько таких футболочек с разными рисунками. У меня есть очень хороший товарищ Нелли Уварова. Мы с ней познакомились еще много-много-много лет назад. У меня есть благотворительный фон для детей с особенностями? Даже не для детей, это скорее даже для взрослых, для людей с особенностями развития, для художников. Они рисуют прекрасные картины, они делают вот такие футболки, они делают керамику. Это очень классный фонд, и Нелли очень-очень много лет им занимается, и она мой очень хороший товарищ, я просто таким образом передаю ей привет, я ее очень люблю. Хотя, не могу сказать, что мы близкие подруги, но это очень хороший, порядочный человек. Тебя удивляет, что народ безмолвствует? Нет, не удивляет. Ну, людям страшно. Ну, мне горько, конечно, от этого, ну, ну как, я говорю, где, находясь в другой стране, я, ну, ну, опоздали мы. Опоздали? Опоздали. Как ты думаешь, почему твой папа так неважно с актерской точки зрения прочитал стихотворение? Ты про снискнуть? Ну, запнулся. Если бы я запнулся, когда читал, это понятно. А когда это один из главных русских актеров последних 30 лет, это необычно. Или обычные актеры часто ошибаются на сцене? Нет, это необычно. Ну, я могу только сказать про мою маленькую надежду внутри. Почему он запнулся. Сказать? Да. Ну, может быть, он все-таки где-то глубоко внутри понимает, что происходит с нашей страной? Ну, где-то глубоко понятно, что, судя по разговору с ним по телефону. Кстати говоря, когда я спустилась с этого аттракциона, мне тут же позвонил папа. И я поняла, что если бы не было вот этого аттракциона, я бы, наверное, не пережила такой разговор с отцом. А так, я как будто была готова. Меня подготовила моя дочь. И мне... А в этом разговоре он тебе сказал возвращаться? Да, он мне сказал, да, срочно возвращаться, брать детей. Но на самом деле это был крутой разговор в том смысле, что он очень старался услышать меня, я старалась услышать его. Он задавал мне вопросы, я задавала вопросы, пыталась понять, что он думает. я спрашивала, кто начал войну, где нацисты, рассказывала про свой опыт в Украине. И мы друг друга не поняли, но последнее, что я от него услышала, это было, что, Маш, я тебя люблю. Нет, на самом деле, последнее, что я могу сказать про Лужники, я просто испугалась. если честно, я когда увидела его выступление, я просто испугалась за него. Но тебе показалось, что это ошибка, это как будто признак, что он моргнул. Я сейчас даже не про ошибку говорю, я просто испугалась, что будет, когда узнают правду русские люди. Вот что будет конкретно с ним, с моим папой. Это Венис, каналы. Тут очень приятно, люблю здесь гулять. Здесь все очень пахнет благополучием, ну, как в метафорическом смысле, так и... Просто очень дорогие дома здесь. Ты прям чувствуешь это, я думаю, ощущаешь. Идеальное место, чтобы проговорить в том числе про американскую культуру. Что из американского кино ты любишь? Режиссера, актера, вот кто-то, кто с кем-то здесь находишься рядышком и кто вызывает с тебя особенный интерес? Ну, вообще, очень много хороших режиссеров, но я, наверное, зову одного, которого уже нет. Можно? Да. Касоветис. Ой, ну это мой любимый. Для меня муж это вообще Касоветис. Он тоже еще похож на него. Фильм, например, мужья про четырех пацанов. Тебе будет очень интересно его посмотреть. Получишь большое удовольствие. И вот, например, фильм «Еще по одной». Вот я, когда его смотрела, там очень много приветов именно Касоветису фильм «Мужья». Так что Виттенберг, очевидно, очень был неравнодушен к Касоветису. У него была жена. Она до сих пор жива, потрясающая американская актриса. У них было трое детей, и они были таким арт-хаусным Голливудом, жили скромно и со своими друзьями снимали офигенные фильмы. Некоторые из них просто у себя дома. Но это инди-инди. Ну да, это инди такое американское. Я очень-очень его люблю. На протяжении твоей карьеры твоя фамилия тебе помогала или мешала? Ну, с одной стороны, наверное, это всегда возможность войти в дверь. Ну, хотя бы людям интересно. Ну, что, покажи, обосрется, не обосрется дочка Машкова. Ну, то есть, это уже какой-то вход. Я уж не буду тут миндальничать. Меня утвердили в сериал, тоже военный, кстати говоря. Мне было лет 19, я в курсе на втором училась снайпершу играть. Я была так счастлива. Готовилась к съемкам и меня сняли с роли за неделю, по-моему, до съемок. Потому что выяснилось, что продюсер не любит моего папу. то есть, были и такие истории. То есть, и так, и так. Приходилось ли тебе слышать, где-то встречать мнение, что ей дают роли, потому что она дочь Машкова? Ну, конечно. Почти всегда. Как ты реагировала на это? Ну, сначала болезненно. Мне мама, кстати говоря, очень помогла как-то. Она сказала, «Запомни, доченька. Получить роль по блату можно, сыграть по блату ее нельзя». И меня как-то это держало. Поэтому вот этот вот вопрос, как я получила роль, по блату или не по блату, я после этого разговора не думала. Я просто работала и старалась как бы доказать, что я что-то могу сама. Иногда получалось, иногда нет, но про это я не думала больше. Ну, мне не больно сейчас, когда я это слышу, что природа отдыхает на детях. Ну, как бы, ну. Потом такая субъективная вообще профессия актерская. В кого-то попадает артист, в кого-то не попадает. Поэтому у тебя есть любимый русский режиссер? Не обязательно живой или нет? У меня есть любимые фильмы у русских режиссеров. Ну, Звягинцев, Елена, наверное, конечно, она. Как ты относишься к мнению, что это по сути наши паразиты, но только никто это не разглядел? Поддерживаю абсолютно. Очень страшное кино. Очень. У тебя есть любимое, в чем ты снималась? Либо фильм, либо сериал? Закрытое пространство, конечно. Я люблю сериал Забытый. Если говорить о таких как бы сериалах, которые шли по государственному телевидению, это Забытый с Женей Цыгановым. Ну и, наверное, Лапси. Это был первый сериал старта. Ты, когда заходишь на список фильмов и сериалов, в которых принимала участие на кинопоиске, что думаешь? Ничего не думаю, я не захожу туда. Зачем? Что там делать? Ну, как вспоминаешь, может быть? Вспоминаю, что на каждом проекте я встречала потрясающе талантливых людей. То есть даже на каком-нибудь дурацком сериале с очень плохим сценарием, где понятно, что люди собрались заработать деньги и прокормить семью, обязательно было где-нибудь, ну, не знаю, ну, двое или трое людей очень талантливых. Очень. Это мог быть оператор, это мог быть художник по гриму, это мог быть светик, это мог быть механик камеры. А ты там оказываешься с тем же мотивом? Заработать денег и прокормить семью? Ну, очень, очень по-разному я оказывалась. Вот последний сериал, ну, один из последних был сериал «Котейка» на телеканале ТВЦ. По идее, очень прикольный. Это про ветеринара, такого доктор-хаус, но женщина, девушка-ветеринар, которая терпеть не может людей, а любит животных. И через животных понимает все про хозяина и может расследовать преступление. По идее, очень, ну, на мой взгляд, хороший. но сценарий был слабый. Я просто на всякий случай, если прям понадобятся очень деньги, я попросила мужа помочь мне записать пробы. Мы записали, я взяла свою маленькую собаку Зину, мы с ней записали пробы. А я вообще в детстве мечтала быть ветеринаром, даже ходила в ветеринарную клинику, ну, там, убирала после операции. Зина умерла через неделю. И в этот день мне сказали, что меня утвердили. Я думаю, ничего себе, а вот возьму и снимусь для Зинки. И бабушке понравится сериал. Ну, то есть, у меня очень разные бывают мотивы. Ну, и, конечно, ну, да, у меня семья. Слушай, а ведь, ну... Пожалуйста, еще про котейку я должна сказать. Котейка вышла на 24 февраля, и я, чтобы пошутить, отправила Саше ссылку. Говорю, мужу. Вот с 24 февраля премьера у меня на телеканале ТВЦ «Котейка». Но не 2022 года? Нет. А за прошлый год. Потом, вот в этом году, по-моему, тоже на 24-й, они выпустили второй сезон, но в втором сезоне я отказалась сниматься. И там взяли другую актрису. Я прислала эту ссылку Сашке, звоню через четыре часа, говорю, ну, что ты там делаешь? Мы были в разных городах. Он говорит, ты знаешь, я не могу оторваться, я все смотрю «Котейку». Такое ощущение, что ты снялась в потрясном сериале девяностых. Очевидно, что ты смотришь очень стильное авторское кино. Вспоминая русских режиссеров, ты вспоминаешь, в первую очередь, там, Кантемира Балагова или фильм Елены Звягинцева. А какие у тебя ощущения, когда ты идешь сниматься для сериала ТВЦ? Вот ты заставляешь себя это делать? Ты понимаешь, что будет сильно хуже, чем то, что тебе самой нравится? Конечно. Я очень люблю свою работу. Вот это такая странная история. Я обожаю свою работу. Я ее считаю самой лучшей на Земле. Даже в среднем сценарии ты можешь себе придумать целый мир и сыграть про что хочешь. Вот Котейка, вот Котейку очень полюбил народ. Вот это вот фантастика. Я приезжала в маленькие города и мне говорили «О, это же Котейка!» Я думаю «Господи, ну все, теперь как бы самая главная моя работа. Лапси никто не видит. Вот закрытые пространства смотрят только в Питере». Кстати говоря, когда я в Питер приезжаю, всегда говорят «О, закрытые пространства, спасибо». Я думаю «Ничего себе, только по Котейке будут знать». Я знаю, потому что это для Зины было и для бабушки. И бабушке очень понравилось. То есть ты сам вкладываешь и конечно мне бы очень хотелось больше сниматься в кино, которое я сама люблю. Твой папа не только актер, но и режиссер. У него две картины. Да, папа и Сирота Казанская. Сирота Казанская и папа. Почему он перестал снимать как режиссер? Не знаю, не задавал этот вопрос. Вообще, я считаю, что папа потрясающий режиссер. В первую очередь, наверное, даже театральный. Потому что те спектакли, которые я помню, я видела в детстве. «Звездный час» по местному времени. Ну и понятно, я была девчонкой, мало чего понимала, но... Хотя с другой стороны, именно в детстве, если тебя держат в театре спектакль, значит, это крутой спектакль зачастую, потому что внимание ребенка удержать очень сложно. Сирота Казанская. Это реально один из самых светлых фильмов в 90-х. Я вообще обожаю его. Так по-доброму, так клево и в такие непростые времена. Это потрясающее кино, и я счастлива, что... Ну и для меня оно, конечно, важно, потому что моя мама и папа там встретились. Мама играла главную героиню. Ой, такая она красивая. Но она и сейчас очень красивая. Вообще, я смотрю это кино, и для меня это кино про любовь, про маму, про папу. Где сейчас живет твоя мама? И чем занимается? Моя мама вышла замуж за адвоката, который 30 лет назад, может, даже больше, эмигрировал. Борис Палант, он из Харькова сам. Вот он живет, под Нью-Йорком они живут. Она училась на фотографа какое-то время? Она училась, да, она закончила, да, она фотографирует. Она классно пишет. Вы обсуждаете с ней политику? Да. Каких взглядов она? Ближе к твоим или к папе? Конечно, да, к моим. Мне кажется, моя мама еще раньше меня была таких взглядов. Я, когда началась война, я, при всем при том, что я последние 8 лет отказывалась даже пробоваться в проекте, который снимались в Крыму, мне казалось, что ну вот такая у меня будет гражданская позиция. Мне казалось, что этого достаточно. и когда началась война, я подходила к людям, к своим друзьям, к своим товарищам, к очень образованным, умным людям. И я задавала вопрос, а есть ли хотя бы один шанс, один процент, что мы не правы, что мы ошибаемся, что Россия не напала на Украину. ну, то есть, ну, по большому счету, я задавала вопрос, а так ли все однозначно. Я, ну, где-то неделю, каждый день доставала всех, просила дать мне вот этот вот один процент. Все отвечали, что ноль. Процентов ноль. Вот. И мне тоже казалось, что, ну, может, что-то это их заколдовало, тут это американская агентура. Но после того, как я поговорила со всеми своими друзьями и коллегами в Украине, у меня теперь тоже ноль процентов. Ни один из них не попросил, чтобы мы пришли и их спасли. За те годы, что ты живешь в Америке, как часто ты стучалась в местное кино? И какие были результаты? У меня есть кассета, на которой, ну, не знаю, часов десять, может, проб, которые я не получила. Ну, то есть... Кассета? Ну, кассета, ну, вот эти вот список проб, папка, ладно, папка. Огромное количество проектов и ролей, которые я не получила. Я делаю там все, что могу. Плачу, кричу. Ну, что вот надо делать на пробах, чтобы получить роль? Плохую русскую, еще хуже, проститутку, такую проститутку, сякую проститутку. Я не получила ни одной. Но пока... Первый раз я получила работу, правда, не в Америке, а в Англии. Я как раз снималась в Лапсе, и пришли очередные пробы. А это были... В Лапсе были тяжелые съемки, холодно, и... Когда пришли эти пробы, я позвонила Саше, говорю, Саш, пришли эти пробы, тебя еще нет рядом, ты мне не поможешь, как это снимать, я не понимаю, и зачем главное это снимать, потому что я все равно не получу. И он мне тогда сказал, что... Маш, дело просто в количестве ударов в стену. Я села на пол, поставила камеру, и я просто сама монологом записала дублей с 40, наверное. Я вот как бы впала в какую-то такую зону, я думаю, хорошо, дело в количестве ударов, пожалуйста. Я вот так вот записывала. Ну, утром выбрала 3-4 дубля, отправила и получила роль в Макмафии, вообще этого не ожидая. А первую свою работу в Америке я получила год назад. Что это? Ты знаешь, я лучше даже расскажу, как я ее получила, потому что это история и про русского человека, и про украинца. Так вышло. Я снималась в Украине в сериале, начала сниматься и вернулась к детям и к мужу на Новый год. Должна была поехать обратно, продолжать съемки в Киеве. И вдруг мне звонит мой агент, говорит, с тобой хочет поговорить очень большой кастинг-директор американский. Он снимал, делал все кастинги от американского пирога до мистера и миссис Смит. Хочет с тобой поговорить по Зуму. Есть сценарий, главная роль, артистка, которая была утверждена, не может сниматься. У них срочная вообще какая-то история. Хочет с тобой поговорить. Я думаю, ну, какое-то издевательство, конечно, поговорить, жалко, что ли, пожалуйста. Я с ним поговорила. И он мне в разговоре сказал, все, ты подходишь, идеально. Завтра будешь разговаривать с режиссером. А на следующий день была инаугурация как раз в Америке. Я ходила, ходила, ходила по квартире, и все это какой-то был ксюр непонятный. И позвонила режиссер, и мы с ней поговорили. Я уже к этому моменту прочитала сценарий и поняла, что классный сценарий фактически как пьеса. Всего лишь шесть человек во всей истории. Дело происходит за сутки на Международной космической станции. Трое русских, трое американцев. Ядерная война. Россия, Америка. Русские получают приказ захватить корабль, Международную космическую станцию. А американцам говорят то же самое. Они там все друзья на этой Международной космической станции наверху. Ну вот как бы такая история. Еще раз, это год назад было? Это было год назад. Трое русских, трое американцев. Девочка, два мальчика, девочка, два мальчика. Вторую девочку играла Арианна Дебосс, которая сейчас получила Оскар в этом году за высайскую историю. Ну и я вообще не могла в это поверить. Я поговорила с режиссером и просто рассказала про себя. Про свою историю вообще, что для меня значит Россия, что значит Америка и что я не хочу выбирать. Я не хочу выбирать? выбирать. У меня здесь муж, дети, там у меня папа, бабушка, дедушка. Короче, так получилось, что просто вообще история, тема героини подходит мне. Она меня без проб взяла на эту роль. И я не могла поверить, что это со мной происходит. Меня ждали в Киеве на съемках. Было понятно, что это, видимо, мне суд грозит или что, потому что я нарушаю контракт. И меня простили и дождались на Украине. Два месяца они меня ждали и я потом приехала и доснялась. Они снимали сцены без меня. Самое главное, что когда я приехала на съемки, спустя две недели я узнала по-настоящему, как я попала в этот проект. На эту роль была утверждена Женя Брик. И она не могла сниматься по состоянию здоровья. Кастинг-директор и режиссер все очень расстроились. И Женя сказал, ну ладно, покажите там, какой у вас списочек актрис русских, что-нибудь скажу хотя бы вам. Ей дали этот список и она сказала, ничего себе, у вас есть все. Просто все. А нет, Маша Машкова, она вам нужна для этой роли. Если не я, пусть она снимается. И она мне даже не сказала. Я ей позвонила, говорю, Жень, как так? Мы с ней были очень хорошими приятелями, но мы близко с ней никогда не дружили. Я ей позвонила, говорю, Женя, как ты даже мне не сказала, что это твой подгон? И она сказала, что Машка, ну неужели ты бы так не сделала? И такая была пауза, и я подумала, ничего себе, какой Женя крутой человек. Потому что вот так вот по-честному, когда ты столько лет пробуешься и просто хочешь работать здесь, и вот так вот вдруг кого-то посоветовать, ну я не знаю, вообще смогла бы я. Ну Женя умерла в феврале. Вот. Я ей очень благодарна, что она меня отправила в космос. Что ты можешь рассказать из отличий в производстве? Сериалы там для ТВЦ, Россия-1 и фильм, где снимается обладательница Оскара. Она тогда не была обладательницей Оскара. Просто как бы все знали, что выйдет фильм Спилберга с ней. Но она тогда еще не была обладательницей. Люди очень подготовлены. Большая конкуренция, большие деньги. И люди не позволяют себе прийти не готовыми. Ну вот так вот, невыученный текст, чуть-чуть как бы выпил с утреца. Вот такое представить в Америке невозможно. В России, да? Что как бы на гриме сидят, учат текст. Такое бывает, к сожалению. Ну, выпившие артисты тоже бывают. Тут это невозможно. А так, в принципе, прям радикальной разницы нет. Просто тут стараются, когда выделяется бюджет на фильм, тратить реально на фильм. С тем, чтобы заработать потом. В России часто бывает, что когда выделяется финансирование, часть бюджета отрезается и на остаток снимается. Ну, не во всех все равно ситуация становится лучше, но это практика такая распространенная. Ну, я это вижу по художникам, по гриму, по костюму, которые снимают исторические проекты, фактически не имея бюджета. А отрезается и куда он идет? Типа продюсеры отрезают и берут себе как гонорар, как плату за то, что получилось пробить. Ну, по-разному бывает. Бывает, что ты приходишь в какие-то странные локации, которые вообще не подходят твоему герою, а ты понимаешь, что это какие-то странные квартиры продюсера. Ну, за каждую же локацию ты платишь? Ну, там, или какие-то странные вагончики стоят, тоже продюсерские. Ну, то есть, как бы, такой идет круговорот денег в продюсерском кармане. Вот, что есть, то и как бы да ладно, ну, не подходит, не подходит, снимайся. Но в котейке такого не было, в котейке изначально было как бы мало денег, прекрасная ветеринарная клиника, ну, как бы... Слушай, так не хочется быть снобом, вот ни в коем случае. Ну, скажи. Но почему котейка? Почему такое? Почему... Такое страшное название? Странное, странное название. Это фамилия героини? Это ее кликуха, Юр. А-а-а. Это ее кликуха, она называет котейка. Угу. Понятно. Ну, просто нейминг сериалов, вот даже он невероятный. Невероятный. Террористка Иванова. Бабуля на сносях. Тоже хорошая. При этом я понимаю, насколько эти сериалы популярны. Мы когда на Ямал ездили, ну, четыре почти года назад, мы снимали людей в юртах, и я видел, как мы там, одна юрта с телевизором, и домик, где прекрасные люди совершенно дали нам ночлег. И в юрте, и в доме, и между ними было там час или полтора на Буране. И там, и там смотрели сериал «Пес». И его смотрели просто вот, вот этот штамп и клише прильнув к экрану. Я прям вот, вот так вот, вот просто смотрели, и я впервые про этот сериал тогда услышал. Только за такие сериалы, Юр, можно получить настоящую народную любовь. Только за такие сериалы ты услышишь стук в двери вагончика, и тебе в Ростове-на-Дону или в Уфе принесут пирог, накормят тебя пирожками. В поезд? И придут... Нет, в свой вагончик. Там снимается, да, просто тебе будут приносить еду. Обнимать тебя и говорить, Машенька, ну как ты? Как бы как родной, как дети, как муж, Машенька, как, как оно? И вот такая любовь, возможно, но именно от этих людей можешь же получить, конечно, очень серьезную ненависть и разворот, что произошло в моем случае. Такое есть понятие catch-22 в Америке, когда такое, да? Понимаешь, да, что такое catch-22? Уловка-22, да. А, уловка-22, точно-точно, по-славянски, по-русски. Уловка-22 в том смысле, что, ну вот люди, которые меня видели в сериалах, а-ля любить нельзя, ненавидеть, котейка, сейчас вдруг смотрят на меня и понимают, что я, оказывается, это того, чужая, предатель, и им очень больно. А тебе не больно? Что им больно? Нет, что... Что я предатель? Нет, что люди, которые позавчера приносили тебе пирожки, обнимали и показывали таким образом, что они вообще-то, видимо, любят людей. Сейчас эта любовь куда-то делась, и они в целом норм к тому, что бомбят города, уничтожают города. И люди, их возраста, их взглядов, возможно, их даже вкусов синематографических, они должны в подвалах сидеть. Ну вот, если ты так задаешь этот вопрос, то ответ, конечно, да. Если ты задаешь вопрос, что не больно ли, что они теперь меня не любят, нет. А вот то, что такая ситуация происходит, и что эти люди добрейшие, женщины с детьми, которые смотрят эти сериалы под жаренье картошки, ну, меня это разрывает сердце, потому что я не могу поверить, что у них такая злоба вообще внутри, и что они могут войну вообще хоть чем-то оправдать, хотя бы гипотетически допустить, что можно закончить одну войну, начав другую. Ну, вот это мне вообще непонятно. Ну, они как будто заколдованы, как будто вот их, я не знаю. Ты сказала, как много проб у тебя было здесь на англоязычные фильмы, и как много отказов. Был момент, когда ты думала, что пара мере профессии? Нет, потому что у меня был всегда стул, на который я могу облокотиться. Я на него облокачивалась. Это российский сериал. Да. Да. И ты знаешь, вот ты мне задаешь вопрос, как можно вот сниматься в таком, когда ты приезжаешь, не так ты сказал. Я спросил, как вот можно котейка, не перевирайся. Я не сноп из фейсбука. Перемотаешь? Я не сноп из фейсбука, пожалуйста. Ну вот, странная история, потому что, когда ты здесь живешь, и ты вообще вспоминаешь, как сложно получить даже вот такую малюсенькую роль просто для того, чтобы позаниматься своей любимой профессией. Вот я приезжала, когда сниматься в этих сериалах, на меня смотрели так, и люди, которые снимаются из сериала в сериале в России, которые уже эти сериалы им задолбали, они смотрели на меня, я вроде из Америки приехала, Маша, что ты такая благодарная, что ты такая счастливая, что ты такая подготовленная, что, ну, понимаешь, я читаю сценарий, я готовлюсь, я как бы узнаю, когда режиссер сериала не читал сценарий, я как бы в этом смысле на самый, у меня такое было. Это же шутка? Нет, глянусь, было, было. Не буду говорить на каком проекте, но вот как раз, который мы обсуждали, я в какой-то момент сказала, подождите, вы читали сценарий? И он мне сказал, Маш, честно, нет. Я в лошадей люблю. Я, конечно, я, ну, как бы, ну, вот так. Ну, так что, по-настоящему, я о смене профессии задумалась вот сейчас. Я не исключаю это. Почему? Почему? Потому что я сомневаюсь, что я смогу вернуться в Россию. Я очень люблю работать, и, ну, я вообще люблю быть занята, я люблю действовать. Ну, я буду пробоваться, конечно, если будут предлагать здесь, но, в принципе, я не исключаю такой возможности, что у меня есть план. Ну, поменять профессию, это очень интересно. Муж же поменял, смог. Я, может быть, тоже смогу. Придумала, что это может быть? Да, придумала. Можешь сказать? Да, могу. У меня был разговор с одной американкой, и она мне сказала такую фразу, что, ты знаешь, когда экстремальные обстоятельства, очень важно вспоминать, что ты любил делать в детстве, а особенно во времена пубертата. Вот, отчего тебе становилось хорошо. И я вспомнила три вещи, отчего мне было хорошо. Ну, Светлана Сорокина, это я сказала. Мне, правда, было очень интересно в нее играть. Вторая история была связана с химией. Я очень увлекалась химией, неорганикой. Я собиралась поступать в Медилеевский институт сначала, и вот духами вот этим всем. Ну, и третья, это действительно медицина. Ну, врачом я уже не стану, но у меня здесь есть друзья, медсестры. За два с половиной года можно получить образование медсестры, ну, и вдруг попробовать сделать что-то конкретное. не как бы плакать, кричать в кадре, работать медсестрой. Я понимаю, в какой я пойду университет. Работа медсестрой, ты сможешь жить на том же уровне, что сейчас? Медсестры здесь очень неплохо зарабатывают. Да. Ну, то есть, нет, как я сейчас живу, я могу жить намного лучше, чем я живу сейчас. А, серьезно? Да. Ну, а сейчас как бы на что? Я сейчас особенно ни на что не живу. Так, ну смотри, мы находимся в квартире, которая прикольная. Очень крутая квартира. Очень прикольная квартира, которая стоит денег. Да. Я не оплачиваю на данный момент ничего. Все оплачивает мой муж. Ты рассказывала, что вы эту квартиру смогли снять, когда ему сериал пришел. Да, вообще мой муж, я очень злилась, я не знаю, как мы вообще не развелись, потому что муж получал роли, а я нет. Он снимался там в небольшой роли Хомланд, в «Американцах» он сыграл, и он получает и получает роли в 1883, вот последний сериал, это приквел «Еллоустон», и он фон Брауна сыграл, то есть он даже получил роль с немецким акцентом. То есть я как бы это, стараюсь, плачу, кричу, он получает и получает. Еще как бы мне пробы не показывает и редко просит ему помочь, говорит, да ладно, чего там смотреть, пианист, извиняюсь, для фана записывает. Вот, пожалуйста. Конечно, зависть есть, но сейчас, конечно, только благодарность, поскольку на нем, на нем и держимся. к разговору о концепции, потому что я очень много лет ругалась на него. Я ему говорила, ты понимаешь, почему у тебя не идет? Потому что ты столько всего делаешь одновременно. Надо что-то как-то сконцентрироваться. Ты артист, получай диплом. Ты как бы этот, сценарист, получай диплом. А вот то, что можно делать все, жить везде, ну вот мне, как русскому человеку, это понимание дается сложно. Но оказывается, что это возможно. Мы люди, мы можем жить везде. Мы можем делать, что мы хотим. Мы можем. Расскажи о своих отношениях с отцом. Какие у них были этапы? Или они всегда были более-менее одинаковые? Были очень разные этапы, но мы мало общались с папой вообще, всю жизнь. Но от него, вот его не было, но от него были, например, невероятные сюрпризы. Как-то меня мама разбудила, мне исполнялось, по-моему, 10 лет. Да, 10 лет мне исполнялось, она меня разбудила и сказала, пообещай, что ты пойдешь в школу. Я была после бабушки, я, конечно, в школу всегда приходила заранее. Я говорю, конечно, пойду. Вот мы как раз в этой коммуналке жили на Речном, и она меня завела в соседнюю комнату, и вся комната была завалена коробками из-под Барби. Папа только вернулся из Америки. Ну, то есть, вот так вот. То есть, папа, это было где-то что-то вроде бы далекое, но это всегда сюрприз. И вот мне всегда казалось, что, наверное, он появится, и мы, как в фильме «Американская дочь», куда-нибудь убежим и будем путешествовать. Наверное, наступит. Просто он сейчас очень-очень занят. Мои дочки очень классно про него сказали, они пару лет его не видели, поскольку сейчас были в Москве. Сейчас у нас такая стадия, что я, когда в Москве, я ему пишу смс-ку, я ему не звоню сама, но я ему пишу смс-ку и говорю, с какого по какое я в Москве, если он хочет, звони, я зайду в театр. И он обычно к концу моей поездки звонит. И так получилось, что я с девчонками была недалеко от его театра, и я говорю, а мы сейчас можно я с девчонками зайду? Говорит, заходите. Я говорю, мы ненадолго, там, 20 минут. Мы зашли, как раз был отпуск в театре, театр был пустой, и это были невероятные 20 минут вообще в моей жизни, ну, в жизни девчонок. Он показывал театр, я сама не видела еще целиком не это зеркальное фойе, и все это было такое пустой, он все показывал, девчонки с открытыми глазами смотрели, говорили, это все твое, это вот ты тут режиссер. Забегали за буфет, делали вид, что продают нам кофе, в театре, вешалки вот эти все пустые, бегали, бегали, они, мы вышли из театра, папа потрясающе шутил, девчонки смеялись до слез, я смеялась до слез, и мы вышли, и они говорят, мам, а почему мы так редко с ним видимся, это же, это же просто Чендлер из друзей, и папа, конечно, ну, в этом смысле очень-очень, очень крутой, он когда в ударе, когда он расколдовывается и превращается в настоящего себя, это, это человек, который потрясающе шутит, так, как шутит папа, я не встречала никогда таких людей, когда ты взвизгиваешь от шуток, когда ты правда можешь задохнуться от смеха, это, это очень круто, еще они мне сказали, что, мы вот тебя не спрашивали, ну, просто в жизни моих детей очень много папы, поэтому, как бы, их папы, да, Саша, и они говорят, мы как-то тебя не спрашивали, но думали, у тебя так мало папы в жизни, мы думали, может быть, ты с ним поссорилась, мы сейчас на него посмотрели, да нет, он тебя любит, просто, он очень богатый и знаменитый для детей. Блин, как, точно? Ну, они вообще точные девчонки, твой папа жил в Штатах? Угу. Сколько лет? Не знаю, но достаточно, наверное. Ты тогда была в Москве? Ты училась? Но мы успели с ним встретиться в Штатах. Пересечься, когда он еще жил здесь? это было, как раз, мы пересеклись с ним в переходный его момент, и мне как раз казалось, что так все сложилось в моей жизни, что я как раз догоню сейчас папу, и мы будем дружить. Вот у меня муж американский, у Саши, кстати, есть фотография с моим папой до встречи со мной. Они были знакомы через их общего друга, и когда я приехала, когда мы приехали с Сашей рожать нашу вторую дочь, именно Саша нашел через вот их общего друга папин американский телефон. И я ему позвонила, и мы встретились. У меня не было, да, папин американского телефона, ну, как так вышло. Вот, и мы встретились. Это был очень крутой месяц. Он даже пришел в роддом, когда Алька родилась, и вообще мы дружили. Но это такой был прям переход. Он уехал очень быстро потом. То есть я как бы вроде бы, ну, короче, не догнала в тот раз. А что он рассказывал про жизнь в Штатах? Нравилось? Он здесь жил, потому что пытался здесь сниматься. Ну, да. Сашка, забери гандошу, пожалуйста, куда-нибудь, где этим отнеси, просто открой, он все сказал. Гандоша – это собака, которая... Ну, все, хочется. Так к девчонкам просто отнеси. Мы когда снимали Таира Мамедова, три года назад, и были в Марине, это гавань в Лос-Анджелесе, район, который назван, и нам показывали на плавучее жилье, и говорили, что это дом Машкова. Он был или остается еще? Я не знаю, что сейчас с этим домом. Нет, по-моему, последний раз, я когда приезжала, я этой лодки... Нет, я не видела эту лодку. Я не знаю, что с ней случилось, но я была на этой лодке пару раз. Это больше на дебаркадр было похоже. Ну да, это на самом деле... Ну вот... Это не то, что как бы ФБК печатает расследование, знаешь, когда рассказывают, какие имения. Это очень скромный, плавучий домик. Если начинается дождь, все как бы течет, он так как бы шатается. Мне папа рассказал, как он купил этот дом. Вот этот вот рассказ, наверное, про настоящего папу какой-то. Когда он купил эту лодку, в принципе, в тот момент он мог домик себе позволить здесь купить вместо этой лодки. Но он принял решение красиво, по-пацански, купить такой плавучий домик. Небольшой. И он говорит, я захожу, значит, в этот домик, я понимаю, что все, вот мое жилье. Я ложусь на кровать, и вот она вот так вот качается, вот так вот, я лежу, смотрю, значит, на потолок, и думаю, вот это я мудак. Ну вот это вот, как бы, мой расколдованный папа, который очень с большим юмором относится к себе и вообще к миру. Очень стебно. Кстати, я должен сделать эту оговорку, просто мне важно, что если мы много обсуждаем другого человека, не в его присутствии, важно сказать, что мы писали Владимиру Машкову, чтобы сделать с ним интервью, это до войны еще было, он ничего не ответил, а потом на одном из интервью сказал, что я отказался, хотя отказа не было буквального, просто было молчание, потому что я не понимаю, что мне сказать можно публике Ютуба. Вот, поэтому, чтобы не было вот этих вот историй, что мы обсуждаем человека, самому ему не предоставляли слова, мы предоставляли, что произошло с Владимиром Машковым, одним из главных русских артистов последних десятилетий, нам очень интересно, и мы были готовы с ним напрямую тоже про это поговорить. Какая у тебя версия, что произошло, когда он стал заколдовываться? Здесь есть две мои ближайшие подруги, Катька Иродская и Анька Друбич. Одна продюсер, вторая композитор. Очень умные девчонки, очень талантливые, которые верят в меня больше, чем я сама в себя верю. И они объективно умнее меня. Папу окружали очень крутые люди. Дружить с людьми, которые лучше тебя, вообще-то сложно. Потому что, ну, потому что легче быть первым парнем на деревне. Ну, возможно, конечно, не легче, говорить, я никогда не была номером один, как мой отец в России. А любой успех такого масштаба это, конечно, испытание и серьезные искушения. Мне кажется, что он растерял людей, которые могли ему сказать «Володь, тормози». они были, они его до сих пор очень-очень любят. Они его называют Вовка и рассказывают про него очень классные истории, очень его любят. ты про кого-то конкретно говоришь? Ну, вот у меня здесь есть Анька, Катька, а когда папа здесь жил, было три друга. Валера Тодоровский, режиссер, Сережа Козлов, оператор и папа мой. Они все жили на районе, в Марине Дель Рейн. И папа каждое утро пробегал, пока Валера с Сережей там только это просыпались, пили кофе, папа уже занимался спортом и говорил, что вы там лузеры сидите, все, спорт, спорт, спорт. и они прям были близкими и близкими друзьями. Но мне кажется, очень-очень важно окружать себя людьми умнее тебя. Ты смотрел интервью папы с журналистом Флерковским на канале Культура? Который, да, 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 я помню. Ты, по-моему, говорил, что это лучшее интервью? Да. Или как там сформулировал? Ну, слушай, я настолько больно себе не делаю, как бы у меня есть все-таки какие-то тормоза. Таким уровнем садомазохизма я не занимаюсь. Включила и быстро выключила. Вот так я посмотрела это интервью. У тебя же были разговоры уже после войны с папой? Или только один? Один. Он просил тебя вернуться в Москву, потому что время пришло? Да, да, это был только один разговор, он мне позвонил. Ну, я сама ему не могла позвонить, потому что я приняла такое решение, что я сама ему не звоню и уже последние пару лет я придерживаюсь этого решения, поэтому... Почему ты не звонишь? В целях самосохранения себя, потому что он не всегда брал трубки и в какой-то момент, ну, по многим причинам, но одна из причин, что он не брал трубки не перезванивал и... ну... мне было больно. Ну, потому что у меня тоже дети и я не могла себе ответить на вопрос, почему ты не берешь трубку, когда тебе звонит ребенок. То есть буква «З» на театре по его инициативе появилась уже после вашего разговора? После разговора, да, и у меня даже в какой-то момент появилась конспирологическая идея, поскольку... Ну, так уж, если по-честному, меня не тронули в России на данный момент. Меня могли наказать гораздо... гораздо как-то эффективней. И в том числе в прессе. Ну, на мой взгляд, я готовилась к другим последствиям. Конечно, я думала о том, что вполне возможно к нему подойдут и скажут как-то публично оценить действия дочери. И я не исключаю, что такой разговор был. И вообще-то говоря, после моего выступления папа ни слова не сказал. В этом смысле он себя очень достойно ведет. Возможно, достойнее, чем я, в которой я сейчас сижу и вроде бы это обсуждаю. У меня поэтому была как бы серьезная дилемма. вообще, имею ли я право про это говорить. И я понимаю, что, наверное, конечно, я получу серьезную волну как это называется, пизделей. Ну, вот за то, что вот я сижу и получается за спиной папа что-то говорю. Но я стараюсь, правда, говорить про него хорошо и рассказать, что он вообще-то очень крутой чувак. И... Ну, и мне важно, чтобы люди знали, что он ну, не тот вариант, когда люди близкие с властью прям очень хорошо живут. Я вот знаю, что... Мне кажется, что до рекламы ВТБ у него даже карточки не было кредитной. У него был... Ну, кузнецкий пацан. У него были распиханы деньги по карманам, которые он получал, снимаясь. Я знаю много историй, как он там помогал девчонкам, актрисам, с которыми... с которыми не имел никаких отношений. просто давал деньги, типа, купи себе куртку. Ну, то есть, папа вообще вот как бы такой человек. Я могу, конечно, что-то не знать, и я последние годы не была у него дома, но... вообще, я верю, что мой папа порядочный, порядочный, заколдованный человек. Извини, что я говорю это тебе. Нет, давай-давай. Ну, просто про него актеры, которые работают и живут в России, они рассказывают много таких неприятных вещей. Например? Ну, как грубо он ведет себя с актерами. Допускаю очень. Как он очень в таком в духе людей, наделенных властью. Как принято часто в России у людей, наделенных властью, общаться. То есть, прям как бы... Очень-очень допускаем. Ты халопаять, босс. И я это слышал не от одного человека. Ну, со мной он тоже так бывает, общается. Да, так оно и есть. Но я, ну, это... Ну, я надеюсь, что вот это вот как раз та самая заколдованность. Потому что я его знаю другим. Ты сказала, что не уверена, что ты ведешь себя достойно, обсуждая папу. Да. Почему тебе ты согласилась высказаться подробно? и про войну, и про свою ситуацию, в которую ты попала? Ну, это две разные причины. Почему я согласилась высказаться про войну? Потому что я верю людям, которые там находятся, а не нашему правительству, и не нашему телевидению. Ну, и даже, ну, даже не американскому телевидению. я верю людям. Я хочу, чтобы люди верили людям, очевидцам событий. Что касается папы, вообще, особенно, никогда не давала интервью, но прям очень редко, когда надо было для работы это сделать. я так боялась всегда этих вопросов про папу, потому что они всегда поступали с одной стороны или с другой. ну, я не хочу бояться больше во всех смыслах. Ну, мне показалось, что ты сможешь как-то уважительно, по-джентльменски задать вопросы. Ну, я взрослый человек. Я хотела сказать, что я не согласна с папой. Я считаю, что то, что он сейчас поддерживает, это подлость. И то, чем он сейчас занимается, это подлость. И то, как он позволяет себе общаться с людьми, это подлость. Но при этом я его очень люблю. Это мой папа. Ну, вот так вот бывает. Я пошла с детьми гулять в парк. И вдруг слышу «Маша?» Я поворачиваюсь, говорю «Да». Она говорит «Спасибо». И начинает отходить. Я говорю «Извините, а вы откуда?» Она говорит «Я из Украины». И начинает плакать. Я к ней подхожу, говорю «Можно я вас обниму?» Она разрешила, я ее обняла. Мы так достаточно долго стояли. Она говорит «Как же так получается? Для нас Родина это люди. Для нас Родина это наш дом. Наши бабушки, дедушки, наши дети. Для нас украинцев. А для вас, русских, что получается сейчас? Родина это государство, что ли? Как? Ну и огромное количество историй, ну и в том числе от нее. среди моих друзей в Украине родственники не верят. Просто родственники не верят своим родственникам в Украине. То есть женщина смотрит в окно и говорит «Я в окно вижу, нас бомбят! Нас бомбите! Вы, Россия!» А ей отвечают «Ну как это? У тебя просто нет русского телевидения, ты просто не очень все понимаешь, что происходит». Ну и вот это вообще самый страшный комментарий, который я получила от русского человека. Ну понятно, там вы предатель отца и родины. Вот я настоящий патриот. И я и вся моя семья мы поверили нашему президенту, а не нашим родным и близким в Украине. Вот это «Живой человек» тебе писал? «Живой человек». Вот как бы страшнее вот этого я, наверное, ничего не читала. И таких историй реально много. Я их знаю от живых людей. И в моей семье такое произошло. Мне написала родственница из Днепра. Я спросила у бабушки, это действительно наша родственница? Ей не поверила вся наша сибирская родня. У нее два сына. Она мне пишет, я с ней общаюсь. Наша сибирская родня ей не поверила, включая ее родную тетю. Она с двумя сыновьями, с мужем. Там. Ну вот это реально страшно. Тебе очень срезонировал ролик Арнольда Шурценеггера? Да. Ну это в тот момент, когда я увидела «Лужники». Я... Я просто... Ну, представила... Ну, есть же как бы несколько так или иначе версий. Ну, как минимум две. Первое, что папа истинно в это верит. А второе, что он не верит и как бы некую сделку совершил со своей совестью. Я, как дочь, верю, что он верит. Что вот он прям... Я знаю, какой он горячий чувак, вот прям, вот прям верит. Если это так, то это... Чрезвычайно трагичная история. Потому что, когда он узнает правду, ну, будет прям очень больно. В этом ролике Шварценеггер рассказывает про своего отца, который свято верил в нацистскую Германию. Сам был нацистом. А потом всю жизнь жил с болью в сердце. Ну, и не только в сердце. Там разные были у него усложнения после войны, в том числе физические. А если сделка? То я могу получить неплохое наследство. Или не получить. Если серьезно. Представим, что это сделка, это много денег, и потом эти деньги каким-то образом бы перешли тебе как наследнице. Ты бы их взяла? Ну, сейчас... Ну, нет, я сейчас не могу этого представить. Но я же тоже могу заколдоваться. Вот раз у меня пропадет Анечка и Катечка. Ну, то есть, ну, как я могу смотреть будущее? Ну, сейчас нет. Ну, мало того, я не могу себе представить, что это сделка. Это тогда, ну, совсем... Совсем печально. Тогда это... Ну, я сильно разочаруюсь, если это сделка. Прям сильно. Как финансовые ваши отношения развивались? Он помогал тебе деньгами когда-то? Все финансовые вопросы решала мама. Ну, поскольку я была ребенком разведенных родителей. Чаще всего мы ходили в телеграф, получали алименты. Если было мало денег, мама расстраивалась и вела меня на все деньги в Макдональдс. Поэтому я всегда, я помню, стояла и думала, пусть будет мало денег, пусть будет мало денег, мы пойдем в Макдональдс. Ну, он работал в театре, было не так много денег, а потом мама как-то решала, да, и появлялись деньги, появлялась одежда. когда мы встречались, ну, раз, два в год, он всегда меня задаривал какими-то невероятными подарками. Всегда, когда я уже была постарше, он давал мне какие-то деньги с собой, типа на шпильки, он говорил, на шпильки, на мороженое. Давал деньги. Первый раз, уже будучи взрослой, я просила его дать мне взаймы. Мне было 27 лет. Была тяжелая финансовая ситуация. Он мне дал вообще без вопросов по первому требованию, когда через несколько месяцев мы встретились с ним в Питере, я уже снималась, Сашка заработал деньги, и мы с ним встретились, и мы вернули ему эту сумму, но он убежал, не взял. После этого каждый раз, когда я его просила, я не так часто его просила, мне очень тяжело это давалось, мне было стыдно, неловко, но потом я была взрослой, но я рано начала работать. А квартиру, когда я поступила в институт, он на год снял мне квартиру на Мосфильмовской. Но я стала сниматься, и потом уже на следующий год я уже сама ее оплачивала. Но это была большая от него помощь. Потом каждый раз, когда я его просила, он давал без вопросов. А потом я поняла, что у нас разные взгляды на многое. И я поняла, что я не могу жить здесь и просить у него деньги при таких разных позициях. И перестала. Когда у тебя случилось переключение в то, что тебя стало интересовать общественная жизнь и политическая в том числе? Когда была болотная, и я ждала... Декабрь был. Я ждала вторую дочь, по-моему, свою. У меня был большой-большой живот. И Саша меня не пустил на болотную. И я осталась дома, смотрела на проекторе тот самый телеканал «Дождь». Я смотрю, и я вдруг понимаю, что там все мои друзья. Вообще все. И это была такая невероятная гордость. И у меня появилось ощущение, что мы можем что-то изменить. Это был крутой момент. Очень крутой. А когда была год назад инаугурация здесь Байдена, я проходила мимо, я вдруг заплакала. И на меня посмотрели Саша и Фаня с Алисой. Я ей ищусь, что ты плачешь. У тебя даже это паспорт американского нет. Что это ты здесь устраиваешь? Я так присела, и я говорю, вы не понимаете. Вот у вас сейчас кто-то новенький. Вот у него не получится, придет другой новенький. А я этого новенького я как бы даже и не помню. Ну вот. У тебя нет паспорта до сих пор? Нет. Ты недавно ездила на свадьбу к друзьям в Мексику. Встретила там ребят из Хорватии. И написала, что... Ты написала об их впечатлениях от войны. И произнесла фразу о Гагском трибунале, который, возможно, когда-то дождется Владимира Путина. По твоим ощущениям, он его заслуживает? Да, я считаю, да. Абсолютно. Ну, он заслуживает суда справедливого, где мы все увидим, желательно открытого, где мы увидим все доказательства. Или не доказательства. Если на этом суде будут люди, которые со стороны пропаганды принимали активное участие в этой войне, и в том числе вот эту вот букву на театр наносили, как ты отнесешься к тому, если там окажется твой отец? То, о чем я подумала, когда я увидела лужники. Это я тебе сегодня говорила, что я когда увидела лужники, я испугалась. Я испугалась этого. У меня просто возник вопрос, вот что я могу как дочь, имея сложные отношения с отцом, но который его любит, что я могу сделать вообще для него, если вдруг когда-нибудь это понадобится? Я выяснила две вещи. Первое, что если у меня будет паспорт, вот я сейчас хочу теперь попадать на паспорт из-за этого, если у меня будет паспорт, я могу подать на воссоединение с семьей и забрать папу, если он этого захочет. Ну, конечно, тут вопрос, ну, разрешат ли ему воссоединяться при таких предлагаемых обстоятельствах. А второй я, вариант, я вот представила, ну, вот допустим, в России революция. И кто-то другое приходит и как раз вот выводит людей в Москве, которые отвечали за пропаганду и за страшные буквы на театре. Я просто представила, что я могу приехать и сказать, ну, ребят у всех были запутавшиеся родственники. Давайте будем лучше, чем предшественники наши. Ну, это, наверное, такое, как бы, это представление дочки о том, что как все идеально в мире. Я это все понимаю. ищу варианты, как могу. У тебя в квартире Рахманинов. Почему? Ну, для меня он как бы символ пианистического искусства, наверное. Это лучший пианист 20 века. это человек, чья жизнь и вообще чья душа и как бы вот красота души мне очень близка. И для меня он некий эталон любви к своей семье, к своим детям, к своему искусству и к своей стране, кстати говоря, в том числе тоже. Он эмигрировал. Он эмигрировал. Он уехал в революцию. В 18-м году. Ну, в конце 17-го. Или в начале 18-го, да. Так. И прожил всю жизнь в эмиграции. Да. Почему пример? Я не говорю, что те, кто в эмиграции... Ну, это географическое, это как бы, да. Ну, это человек, который нес в себе русскую культуру. Это человек, который не общался... То есть у него не было американских друзей, кстати говоря. Кроме одного, это президента фирмы Стеной, который ему рояль ставил. Вот. Он общался только с русскими. По-русски он терпеть не мог говорить на каких-то других языках. Очень страдал, действительно. Но я думаю, здесь был вопрос в общем семьи. Он понимал, что это как бы решение... Например, Прокофьев он вернулся. Это было решение его, так сказать, карьерное. А для Рахманинова, я думаю, что ему тоже предлагали вернуться в те годы. Тоже... И у него действительно был кризис очень серьезный. Творческий он не писал. Он играл в основном как солист. И... Но он принял решение остаться, играть концерты и просто как бы вот жить, но, видимо, ради семьи, ради детей. Ну, без стадок, скажем, без контакт во славу октября и так далее. А когда началась Вторая мировая война? Когда началась Ромировая война, он практически все концерты, которые он играл, он все гонорары отправлял в фонд советской армии. Там стоили самолеты на его деньги. В общем, как бы он... А в Советском Союзе что говорили про это? Ничего не говорили. Молчали. Его музыка, в общем-то, была фактически под запретом. Его судьба очень... интересна. В этом смысле, я не знаю, такой герой вот в моем каком-то юношеском возрасте книжка у Набокова есть такой роман «Подвиг». Это вот о человеке, который иностранец среди русских и русский среди иностранцев. Вот такая как бы вот на острие. Я думаю, что вот в случае с Рахманиным это очень такая как бы... Это вообще вот то поколение. Книга написана в 30-е годы Набоковым. Поскольку время циклично очень повторяется в России, то я думаю, сейчас вот тоже некая такая ситуация присутствует, где мы не понимаем, кто мы и где мы. Ты не собираешься в ближайшее время возвращаться в Россию? Нет. Ну, скажем так, я не собираюсь работать в России. Ну, я думаю, как бы сейчас уже мне не будет предлагать работать там. я бы хотела, чтобы мне не запретили возвращаться в Россию, потому что я хочу приезжать к своей бабушке и к своему дедушке. Я их очень люблю. Как ты думаешь, когда у тебя получится это сделать? Ну, когда закончится война. Я поеду. Когда закончится? Ну, надеюсь. даже если режим не сменится, останется все как есть. Ну, я даже, знаешь, вот я сейчас не представляю, что закончится война, а режим не сменится. Я девочка. Я верю в чудо. Не только девочки верят в чудо. Да? Пацаны тоже? Да. Ну, для меня война не закончится даже военными действиями в Украине. Ну, мне кажется, что война идет сейчас в моей стране. В России в том числе. с людьми, которые пишут «нет войне», с людьми, которые не согласны. Ну, с ними же тоже идет война. И серьезно, со всеми СМИ, которые закрывают. Это же тоже война. С Муратовым, на которого выливают. Ну, это же все война. Ты допускаешь, что никогда в Россию больше не вернешься? Да. Да, я допускаю. С какими чувствами ты об этом думаешь? Просто думаю, как Бродского не пустили на похороны к маме, и все. С такими. Про бабушку думаю, про дедушку. Больше не с какими. И финальное. В чем сила? Когда ты боишься, но ты делаешь. ПО ТВ- ПО ТВ- ПО ТВ- Продолжение следует...